В историко-культурном центре новая весенняя экспозиция. Ее автор Светлана Волокжанина запечатлила на полотнах все, что приносит радость в ее жизнь. Особенно много здесь пионов, любимых цветов художницы. Свою экспозицию автор назвала «Мгновение радости». Морские и горные пейзажи связаны с путешествиями, натюрморты с цветами, с праздниками, а портреты с общением с интересными людьми. Состояние радости присутствует всегда. Я никогда не сажусь за мольберт, за холст, когда у меня что-то, не то настроение, что-то происходит. Никогда. Поэтому у меня все картины любимые, с хорошим настроением выполнены. Это не первое сотрудничество художницы с историко-культурным центром. Светлана Воложенева мы знаем по проекту «Калейдоскоп» художника и историко-культурного искусства Дома культуры Воскресенского «Динамо Калейдоскопа». День торжественного открытия выставки гостей ждала официальная часть. Есть в большом зале с музыкальными и танцевальными номерами от творческих друзей художницы. А затем экскурсия по экспозиции. Среди многочисленных пейзажей и натюрмортов выделяется серия портретов, на которых Светлана запечатлела коллег по цеху. Это же руки Кузнецов. Посмотрите. Огромные, сильные, большие, мускулистые. И все руки как раз каждого. Если вот из них вы пройдете, посмотрите. Это его характерный жест, который говорит о человеке очень много. Портреты, они завораживают. Ты начинаешь передавать характер, и ты погружаешься в эти особенности какие-то. Даже не столько портретные сходства, хотя я очень люблю портретные сходства передавать, сколько передать особенность человека, его настроение. Родные и друзья говорят о Светлане как об очень светлом и позитивном человеке, рядом с которым тоже хочется творить прекрасное. Вот разная, наверное, вот такая же какая выставка, вот такая и мама. Но в целом, наверное, самое первое, наверное, слово, которое приходит на ум. Очень позитивное, очень жизнерадостное, постоянно куда-то стремящиеся. Помимо того, что она прекрасный художник, она еще потрясающий педагог, какой-то проводник каких-то таких вот высших энергий, потому что люди вот все у нее ходят годами, десятилетиями, никто не бросает. На открытии выставки присутствовали и ученики Светланы Волокжаниной, которые подтвердили эти слова. У нас совершенно волшебная атмосфера в студии. Мы пишем, поем, что-то едим обычно, свет нас всегда кое-чем-то подкармливает. Но самое главное, что она нас подкармливает творческой энергией, вдохновением и желанием творить. Каждый человек в ее студии находит фактически себя. Она действительно талантливый человек во всех сферах жизни. Именно поэтому к ней тянутся люди. Именно поэтому, приходя к ней, рождаются шедевры даже у тех, кто никогда не брал в руки кисточки. Помимо живописи, здесь представлены батик, роспись по дереву, металлу и керамике. Похоже, художницы Светлане Волокжаниной подвластны все направления живописи и декоративно-прикладного творчества. Так что спешите прикоснуться к прекрасному. Экспозицию можно увидеть до 17 марта. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Продолжение следует...